Ламикон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. И вот на этой неделе комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении дефицита федерального бюджета России на 500 миллиардов рублей. До 2 триллионов рублей. Речь идет о трехлетнем бюджете с 2024 по 2026 год. Причина увеличения дефицита в сокращении доходов бюджета в текущем 2024 году. Эти доходы, как и ожидается, упадут сразу на 3 триллиона рублей. До 35 триллионов. Деньги заканчиваются не в прогнозах западных каких-нибудь злопыхателей, а в документах самой Государственной Думы Российской Федерации. То есть я официально уже признаю, что да, денег нет. На этом фоне очень, я бы сказал, зловеще прозвучало заявление Центрального банка России. Он объявил, что может поднять ключевую ставку на 2-3% уже в июле из-за растущей инфляции. Сейчас, как вы понимаете, ставка в России 16%, то есть поднимутся до 18 или даже 19%. Ранее российская организация Росстат статистическая отчиталась об ускорении инфляции в стране с 7 до 8,3%. Это при том, что целевая инфляция 4%. То есть больше, чем в 2 раза выше инфляция сейчас в России официальная, чем было в документах на текущий год. Знаете, я много раз говорил, сейчас еще раз повторю, что именно высокая инфляция похоронит российский режим. Я абсолютно в этом убежден. И сейчас эта инфляция начала очень быстро расти даже в официальных отчетах по этому вопросу. Кстати, согласно этим отчетам практически нулевой инфляция остается только в одной сфере экономики российской, в сфере военно-промышленного комплекса. То есть танки, крейсера, динамит, пули, не знаю, какие-нибудь ракетометы, это все не дорожает. А поскольку ВПК, то есть военно-промышленный комплекс, стал занимать сейчас огромную долю в общем ВВП Российской Федерации, то вот эта нулевая инфляция в ВПК сильно улучшает инфляционную статистику по экономике в целом. Если же посчитать инфляцию без ВПК только в гражданской экономике, с которой люди каждый день в магазинах сталкиваются, то даже официальные цифры там будут уже двузначные. Неофициальные будут уже, я думаю, не 10-12%, а уже 25-30%. Таким образом, можно уже совершенно спокойно говорить о том, что инфляция в России стала двузначной, это 100%, и что меры Центрального банка России по заморозке этой инфляции уже больше не работают, не помогает ничего. Поэтому повышение ключевой ставки Центральным банком приведет к дальнейшему падению экономики, приведет к росту цен, к росту товарного дефицита, но ни в коем случае не к остановке инфляции. Чтобы остановить инфляцию, надо остановить войну и выкинуть Владимира Путина из Кремля. Поскольку этого делать никто не собирается, то инфляция в России будет расти, расти и увеличиваться. Соответственно, экономика российская будет идти на дно. Вот все возрастающие сложности с оплатой товаров из Китая, о которой я чуть выше говорил, не только увеличивают дефицит, но и, скажем так, усиливают все негативные тенденции в российской экономике. Потому что товаров становится меньше, цены становятся выше, инфляция еще быстрее разгоняется и так далее. Ситуация настолько фиговая, что правительство России на этой неделе было вынуждено поднять цены на водку. А это, чтобы вы понимали, абсолютно сакральный товар и сакральный показатель. Потому что Владимир Путин все свое правление очень внимательно следил за тем, чтобы цена на водку оставалась на минимальных значениях, максимально низкой, чтобы она была. И чтобы она ни в коем случае не росла. С его точки зрения он очень хорошо изучил опыт Советского Союза, где удаление водки и свободные продажи привело к бунтам фактически. И, я думаю, в какой-то степени привело к падению коммунистического режима. Потому что трезвые люди посмотрели по сторонам, пришли в ужас и решили, что так больше жить нельзя. Так вот, с точки зрения Владимира Путина, россияне должны пить много, должны пить вдоволь, чтобы лишний раз не отвлекаться на реальность, не думать ни о чем, чтобы когда плохо человек шел и нажрался, а не пытался там что-то делать и как-то сопротивляться и протестовать. Поэтому поднятие цен на водку, это уже, знаете, жест отчаяния. То есть, когда на водку цены поднимают, значит, прям ситуация действительно финансами очень тяжелая. Если все будет продолжаться так, как сейчас продолжается, если какое-то волшебное абсолютно решение не найдется, то в следующем году Российскую Федерацию ждет очень серьезный экономический кризис, из которого не будет уже, по-моему, вообще никакого выхода, кроме реальной революции и свержения режима. Ситуация именно в этом направлении идет. Мне говорят, кто-то скажет, ты слишком оптимистично рассматриваешь ситуацию. Может быть, не знаю, может быть, может быть я ошибаюсь. Но, на мой взгляд, все очень логично идет в направлении как раз серьезнейшего экономического кризиса. Для нас и для всего остального мира это означает, что у Владимира Путина, наступление такого кризиса будет означать, что у Владимира Путина закончатся деньги на ведение войны в нынешней ее интенсивности. То есть, он, конечно, войну не остановит, но интенсивность этой войны будет снижена. Просто из-за того, что современная война это очень дорогое удовольствие. Очень много стоит денег военная техника, оборудование. Денег платить солдатам нужно тоже очень много. Поэтому, скорее всего, ждет нас снижение интенсивности боевых действий в следующем году как минимум. А, скорее всего, я думаю, российская армия в следующем году войну проиграет. Но снижение интенсивности практически гарантировано. Из-за как раз экономических проблем, которые тоже практически гарантированы. Но, на самом деле, денег уже и сейчас не хватает россиянам на ведение боевых действий. Просто поэтому, собственно, финансист и стал министром обороны. И первым его заместителем стал не генерал, а тоже финансист. Еще один финансист. То есть они сейчас собираются, главным приоритетом Министерства обороны России стал поиск денег. Это вот впрямую заявляются последними вот этими назначениями, постулируются. Но дальше будет хуже, потому что вот с нефтью, смотрите, совсем плохо. Если датчане действительно закроют свои проливы для российской нефти выше 60 долларов продающейся, то поступления нефтяные в бюджет очень резко упадут, прям серьезнейшим образом обвалятся. Бюджет вот уже сейчас урезают на 500 миллиардов рублей. Иностранные партнеры по торговле в мире от России отворачиваются. Ну кроме Северной Кореи, но ее не берем, потому что Северная Корея это очень специфический случай. Украинцы лупят изо всех сил по российской нефтепереработке. Тем самым опять же повышается инфляция, очень серьезно сокращается количество товаров, цены на оставшиеся товары растут и инфляция увеличивается. Знаете, я думаю, особенно интересно будет, если серьезнейшие удары придутся по российской нефтепереработке где-то в конце лета, в начале осени, когда идет уборочная, так сказать, кампания. Это может привести к нехватке топлива для российских аграриев и, соответственно, привести к еще и продовольственной инфляции. То есть будет мало продуктов питания в России. Вот это было бы особенно интересно. Дальше поехали. То есть инфляция растет. Санкции западные все жестче и жестче душат финансовые секторы банков. Московская биржа была отлучена от операции с долларом. Многие российские банки, дочки российских банков иностранных тоже были отлучены от операции с долларами. То есть фактически Россия обносится финансовой бетонной стеной, через которую никакие деньги ходить не будут туда-сюда. Ну, кроме там, может быть, каких-то подпольных вариантов в криптовалюте или чем-то таком. Понимаете, когда, не знаю, какой-нибудь завод продает, не знаю, игрушки, да, и приходит к нему Россия и говорит, давайте мы с вами будем расплачиваться за ваши игрушки, но только в криптовалюте. Завод скажет, слушайте, я не хочу этой фигней страдать, мне еще не хватало проблем с надзорными органами. Получать доходы в криптовалюте это вообще не очень-то понятно, закон или не закон, непонятно, как с этих денег налоги платить. Короче, знаете, что давайте вы приходите с нормальными деньгами, за нормальные деньги мы вам продадим. За криптовалюту мы вам ничего продавать не хотим, но если это, конечно, не продажа каких-нибудь наркотиков или чего-нибудь такого еще полулегального, тогда, наверное, да, согласятся. Но обычные какие-то товары, скорее всего, даже связываться не будут, не будут продавать. Ну и в результате, да, инфляция в России, всего вот этого вышеописанного, инфляция в России начала расти какими-то скачкообразными темпами. Глядя на все это, на все менее радужную для Российской Федерации ситуацию в военной сфере, я думаю, что Владимир Путин в какой-то момент действительно может решить, что у него не остается хороших выходов из ситуации и его рука потянется к красной кнопке. Вот в ситуации, когда он действительно окажется перед выбором, либо подвергнутся унижению и выглядеть таким, знаете, терпилой в глазах всего мира, либо набросится на прохожих, то есть на мировое сообщество с топором, он выбирает второе, с топором набрасывается. Помните, в декабре 21-го года Российская Федерация, или в ноябре даже, она выдвинула ультиматум Западу, потребовав от него убраться к границам 97-го года, потребовав от Украины стать фактически российским бассалом и всякое такое. Тогда все просто посмеялись над Российской, как будто, ну, обезумно, невыполнимые условия выдвигает, это полная фигня, никто их выполнять, конечно, не будет. После чего Путин наполнил Украину, осуществил большое вторжение, правильнее сказать. Сейчас вот он тоже выдвинул ультиматум Украине, там, типа, отходить с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, и, типа, тогда я, так и быть, соглашусь с вами вести переговоры. Опять все смеются, говорят, ну что, дурачок, ну куда, ну что он еще может сделать, начнет новую войну против Украины? Нет, я думаю, против Украины новую войну начинать не будет еще на каком-то направлении, я думаю, что он может реально дернуться уже на Запад. С ядерным оружием, без ядерного оружия, не знаю, но то, что он рыпнется на них, я почти в этом уже не сомневаюсь. Вот буквально пару дней назад я видел новость, как российские несколько самолетов залетели в воздушное пространство Финляндии, и летали там боевые самолеты. Еще один российский самолет Су-24, если не ошибаюсь, залетел в воздушное пространство Швеции, и не реагировал на приказы покинуть, он летал себе там и летал, просто на перехватку это прилетел шведский истребитель, но только тогда он нехотя уехал, ушел из шведского воздушного пространства. Таким образом, знаете, что обычно делать, для чего такие штуки делаются? Проверяют скорость реакции ПВО противовоздушных сил и реакции авиации противников, потенциального противника. То есть часто такое происходит, когда готовятся напасть. Я не утверждаю, что идет подготовка к нападению России на Финляндию и на Швецию, но, знаете, я честно вам скажу, уже ничему не удивлюсь, потому что Владимир Путин, загнанный в угол, может пойти на какие-нибудь абсолютно безумные вещи. В его книге, кстати, которую он как-то написал, есть такой образ крысы, который маленький Владимир Путин, Володя, наверное, еще может сказать, Путин загнал где-то в угол под лестницей какой-то, и все уже думал, что крыса там забилась сначала в этот уголок, а потом поняла, что ей терять нечего, она повернулась к нему и прыгнула на Путина, и Путин от страха закричал и убежал, и таким образом крыса как бы победила. Вот сейчас я думаю, что он рассматривает возможность сам как-то крыса прыгнуть на Запад, чтобы Запад испугался и убежал, уже, как говорится, Байден с Макроном куда-нибудь испугались и убежали. И по моим расчетам, если он на такой прыжок решится, то это будет где-то в районе выборов президента США, когда в Америке либо победит Дональд Трамп, который, в общем, достаточно лояльно к Путина относится, либо, когда победит Байден, Трамп не признает итоги этих выборов, и в Америке начнется какая-то мощная заваруха с выяснением того, кто там настоящий легитимный президент. Вот на этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВС. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте, конечно, про сборы. Сейчас мы продолжаем собирать деньги для 411-го отдельного батальона беспилотных средств, который очень хорошо умеет управлять беспилотниками, и для 45-й отдельной артиллерийской бригады. И тем и другим мы собираем деньги на дроны Сыч, это ночные, по сути дела, разведывательные дроны-бомбардировщики, которые принесут очень много пользы, особенно сейчас, когда, видимо, в россиян с аналогичными дронами будут большие проблемы. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно, то помогите в этом сборе, это очень-очень полезное и хорошее дело. Вот на этой оптимистической ноте уже точно с вами прощаюсь, да пребудет с вами сила, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ, Ось тут.